Дорогие друзья, перед началом фильма важное объявление. Мы сделали телеграм-канал. В нем будут размещаться дополнительные материалы, не вошедшие ни в один из фильмов. Различная справочная и эксклюзивная информация. А также включение в режиме реального времени во время экспедиции. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Будем вам рады. Здравствуйте, дорогие друзья. В июле 2022 года состоялась экспедиция, в ходе которой мы посетили монастырь в Шамардино в Калужской области, крепость-звезду в Брянской области и круглое озеро в Гомельской области. Про каждый из этих мест будет отдельный фильм. А начать хочу с крепости-звезды, которая находится возле города Почеп в Брянской области. Официальное название этого места – крепостные валы. Официальный статус – исторический памятник местного значения. Мне рассказал про эту крепость один из подписчиков, и он очень просил с ним встретиться, так как хотел рассказать много дополнительной информации. К сожалению, из-за сбоя компьютера в 2020 году у меня не сохранилось контактов этого подписчика, и если он меня сейчас слышит, то прошу его вновь выйти на связь. По рассказам подписчика, он еще с детства слышал различные легенды про подземные ходы, которые вели из Воскресенского собора города Почеп в крепость за рекой. По его словам, в центре города постоянно происходили провалы грунта, даже в наше время. Во времена СССР в результате таких провалов часто оголялись кирпичные своды, которые он видел сам, будучи ребенком. Но никто никогда никаких раскопок там не производил, а все провалы тут же засыпались самосвалами. Сама крепость находится за городом, но прежде чем мы пойдем туда, для начала, как всегда, давайте ознакомимся с официальной информацией. Сегодня будет аж целых три официальных исторических справки, ибо здесь очень много интересного. Итак, первая официальная историческая справка. Одной из важнейших крепостей Брянского края был Почеп. Первое упоминание о Почепе содержится в краткой волынской летописи и относится к 1500 году. Известно, что крепость была построена на месте более древнего поселения, расположенного на пути сбора дани киевскими князьями с племенных союзов северян Радимичей и Вятичей. Оно было удобным с военно-стратегической точки зрения. Сама природа создала здесь условия защиты от врагов. Кругом непроходимые леса, топки и болота. С одной стороны река Немига с ключевой водой, с другой полноводная судость – приток Десны. Новые земляные укрепления в Почепе были построены в октябре 1535 года. Почепская крепость состояла, цитата, «из пяти башен бастионов и из дубовых срубов, внутри которых была засыпана земля и песок». Протяженность стен по периметру достигала более полутора километров, которые были расположены на высоком земляном валу, а перед ними был вырод глубокий ров. Крепость имела четверо ворот – на Стародуб, Муглин, Трубчевск и Смоленск. Согласно древним записям, на вооружении гарнизона Почепа находилось, цитата, «пять медных пушек, к ним более шести тысяч ядер и семь пудов железа для их изготовления, 16 пудов пороха, 10 пудов свинца, 153 пуда горючей серы, 217 литров селитры. Кроме того, было 53 мушкета и 50 гранат». Конец цитаты. Оборонительные сооружения располагались на правом возвышенном берегу реки Судость в районе нынешнего Ильинского храма. Река в те времена ближе подходила к горе и заполняла водой ров, опоясывающий крепость с севера. А с юга запада ее огибала река Немига со своей прозрачной ключевой водой. Конец первой официальной исторической справки. По этому описанию, друзья, мы можем очень легко сделать привязку к местности. И тут вполне очевидно, что описывается укрепленная крепость, находящаяся практически в центре современного города Почеп. Отмечаем особые приметы. Крепость имела 5 башен бастионов и длину стен по валу 1,5 километра, расположенная возле реки Судость. Вторая официальная историческая справка. Современные крепостные валы в форме пятиугольника – это остатки огромной земляной крепости, возведенной по приказу Петра I в 1706-1707 году для обороны города Почеп от шведов во время Северной войны. Сама крепость расположена в весьма неудобной для шторма местности, защищаемой рекой Судость и болотами, и лесами, и представляла собой мощное и продуманное земляное укрепление с протяженностью земляных валов около 1,5 километра, которое хорошо заметно со спутниковых снимков и по прошествии более 300 лет с момента постройки. Конструкция крепости представляет собой пятиугольник с пятью квадратными бастионами на углах. Вход в крепость прикрывается двумя бастионами, что делает прорыв в данной области крайне сложным. Крепость также соединялась с городом Дамбой. Крепость была заполнена русской армией под завязку. Также здесь находился штаб, практически весь командный состав русской армии и важные деятели правительства Петра I, прибывшие на случай переговоров с Карлом XII. Конец второй официальной исторической справки. Из этого описания, друзья, совершенно неясно, где именно была расположена крепость. Единственная привязка к местности – это сделанная в наше время спутниковая карта, на которую ссылается официальная информация. Но если эта официальная информация верна, то она противоречит предыдущей. Однако, то, что речь идет именно о той же самой крепости, мы можем судить по тем же самым особым предметам. Крепость имела пять бастионов, длину стен полтора километра и расположена возле реки Судость. Но могли ли это быть две одинаковые крепости-звезды, стоящие буквально бок о бок? А вот об этом нам поведает памятная табличка 2014 года, расположенная недалеко от пятиконечной звездной крепости. Из нее мы почерпнем третью краткую официальную историческую справку. Город Александрополь заложен в 1720 году на берегу реки Судость возле Петровской крепости Валы. Основателем города Александрополь является Александр Данилович Меньшиков, любимец Петра I, давший городу свое имя. Город строился около десяти лет. В отличие от старого деревянного почепа, новый город строился из кирпича. Помимо купеческих дворов, лавок, 26 жилых палат и погребов, в городе было две мануфактуры – канатная и полотняная. Над городом выселся каменный храм святого благоверного князя Александра Невского. Город рос и развивался, строился великолепный дворец Меньшикова. После смерти Меньшикова, точно неизвестно почему приказу, большой и красивый город был срыт до основания. Кирпич пошел на нужды города почеп и его жителей частично увезен. Храм разобран, предприятия исчезли. Город расставил как призрак, не оставив о себе даже и воспоминаний. Конец третьей официальной исторической справки. Да, друзья, такая вот официальная информация по этому месту. Как говорится, почувствуете разницу. А в какой официальной исторической справке информация более официальная, уж решайте сами. Друзья, вы еще не запутались? Ну что же, давайте разбираться вместе. Запутанная история. Как это верно, Ватс? Во-первых, отмечаем, что крепость с пятью бастионами, длиной земляного вала в полтора километра возле реки, соответствует измерениям, произведенным в 1975 году. Под эти измерения подходит крепость из первой и второй справки. Во-вторых, официально нигде не объясняется, куда делась крепость в самом городе почеп. Есть только различные легенды от местных краеведов. Однако, если в городе крепость была, то зачем ставить еще одну на месте современного пятиугольника? В-третьих, в официальной информации о постройке собственного города Александрополь указывается, что в 1720 году крепость Валы уже существовала. Правда, здесь не конкретизируется ее форма и местонахождение, просто указывается, что крепость Валы уже была возле реки. Под это определение опять же подходит крепость из первой и второй справки. Здесь должен уточнить, что это описание выбито на камне, установленном в предполагаемом месте, где находился Александрополь, недалеко от крепости Звезды. Однако, местные краеведы его дополняют. Цитата. В 1720 году Меншиков заложил на левом берегу реки Судость, возле Петровской крепости Валы, земляной город, дав ему свое имя Александрополь. В нем находилось Центральное управление Почепской Волости и были сосредоточены все экономические заведения. К 1727 году там были каменные строения в две линии, состоящие из 26 жилых палат, восьми торговых лавок под ними и трех погребов. Просуществовал город всего 10 лет. Конец цитаты. Друзья, обратите внимание, что город назывался не Александрия, а именно Александрополь. Если он действительно существовал, то получается, у нас рядом было целых три города. Почеп, крепость Валы и Александрополь. Причем последние два имели земляные укрепления, но Александрополь не был внутри крепости Звезды, а располагался северо-восточнее. Это постоянно подчеркивают различные официальные источники. Сейчас здесь обычное поле, но его не используют даже в сельскохозяйственных целях. В наше время на этом поле в изобилии попадаются осколки глиняной посуды, кирпичная крошка. В старой распашке можно найти и осколки тонкостенной, стеклянной и дорогой фарфоровой посуды. Однако на старых картах эта агломерация почти не оставила следов. Крепости Звезды, равно как и город Александрополь, нет ни на одной карте общего вида. Вот карта 1775 года. Пусто. Так же, как и на карте 1800 года. Первая отметка, восточнее города Почеп, с которой гипотетически можно соотнести крепость Валы или город Александрополь, появляется только в 1871 году. И то обозначение не совсем понятное. Точно такие же метки на этой карте есть возле многих городов, и на самом деле они могут обозначать вообще что угодно. Часовню, родник, дом лесничего и так далее. Посмотрите сами в условных обозначениях. На картах последующих лет даже этого обозначения уже нет. Однако, в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга имеется такая вот карта якобы 1746 года, то есть спустя 36 лет после постройки Александрополя. Здесь видим знакомые очертания крепости Валы и реки, но самого города здесь нет. Впрочем, это вся карта, и увидеть эту местность в масштабе по ней не представляется возможным. Равно как невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, что это именно город Пачеп, и именно 1746 год. В 1975 году производились измерения крепости и был составлен ее план с привязкой к местности, если это можно назвать привязкой. К системе засечных линий эта крепость также не относится, ибо Тульская засечная черта проходит гораздо севернее, а Белгородская засечная черта гораздо южнее. Вот так примерно могла бы выглядеть эта крепость звезда в реальности. Есть еще такая гравюра внутреннего устройства, это тоже реконструкция. Есть еще один важный момент, который нужно учесть, это река. Недалеко от звездной крепости протекает речка Судость, и эта река задает нам сразу два вопроса. Первый. Самое короткое расстояние до реки с севера крепости 178 метров. А теперь скажите, как предполагалось набрать гарнизон крепости водой во время ее осады? Сама по себе конструкция крепости в виде звезды подразумевает, что она предназначена для долгой круговой обороны, ну, насколько мы знаем из официальных формулировок. То есть, в данном случае не приходится говорить о том, что во время обороны крепости ходили в речку за водой. Значит, предполагалось либо труба под землей, либо подземный ход. Можно еще сказать, что использовали колодцы. Однако колодцы имеют свойство пересыхать, особенно в жаркое лето и при интенсивном отборе воды. Уверен, что любой военный архитектор это бы предусмотрел и снабдил бы крепость резервным источником воды. Научный сотрудник местного краеведческого музея сообщила, что, цитата, «примерно 200 лет назад в центре объекта с пятеричной симметрией существовало озеро, которое подпитывалось родниковой водой. В настоящее время на месте озера растут кустарники и небольшие деревья». Конец цитаты. Второе, над чем эта река заставляет задуматься, это над расположением самой крепости с тактической точки зрения. Почему крепость не расположена на излучине реки? Это дало бы дополнительную защиту сразу с трех сторон. В военной науке есть такая вещь, как грамотная организация обороны. Для этой самой грамотной организации обороны надлежит грамотно использовать рельеф местности. И вот тут нужно понимать, что уровень грунта возле крепости такой же, как и в излучине реки. То есть там не заливные или пойменные луга, как могут подумать некоторые, заливные луга, которые затапливаются в половодье на нынешнем правом берегу между городом и рекой. В наше время эта река всего лишь широкий ручей. Вполне возможно, что в прошлом она была более полноводная, но в любом случае использование рельефа местности мы здесь не видим. Одним словом, перед вами, друзья, наглядный пример мракобесия официальной истории. Мы можем сколь угодно долго гадать с официальными версиями, перекладывая их так и этак, но лишь запутаемся еще больше. Поэтому, как говорится, лучше один раз увидеть. Наши выводы будут озвучены в конце фильма, а пока наслаждайтесь красивыми видами. Несмотря на наличие дорог на карте, подъехать к звездной крепости на легковом автомобиле у нас не получилось. Мы примерно полдня тыкались с разных сторон, но каждый раз упирались либо в непролазную грязь, либо в бурьян выше человеческого роста. А когда уже, казалось, нашли нужную дорогу, она вдруг повела в совершенно противоположную сторону. Оставив попытки подъехать, мы пошли до крепости пешком, благо идти оказалось не так уж далеко. Высота валов примерно семь человеческих роста взрослого мужика. На склонах вала растут обычные луговые травы. Обратите внимание, сейчас и далее по периметру вала с внешней стороны имеется хорошо заметный ров, из которого брался грунт для этого самого вала. На западном луче, который ближе всего к кладбищу, находится такая вот инсталляция. Чистокол из деревянных бревен и пушка из стального кислородного баллона на лафете, сваренном из обычного швеллера. Это даже не реконструкция, а имитация того, как оно могло бы быть. Вот так эта пушка в кавычках выглядела когда-то. Тут снова хочу напомнить. То, что это вал, то есть с внутренней стороны уровень грунта не вровень с валом, а также имеется склон, причем довольно высокий. Если спуститься в центр луча, то изнутри это выглядит вообще как яма. Здесь сразу встает вопрос об удобстве подачи ядер и пороха со складов. К вопросу о чернобыльской радиации. Как известно, Брянская область считается одной из самых загрязненных в России из-за аварий на чернобыльской атомной электростанции. Но вот уровень радиационного фона внутри крепости на вершинах и склонах ее валов составляет всего 0,1-0,15 микрозиверс в час. Причем радиоактивный фон везде более-менее равномерный и одинаковый. Экран дозиметра бликует на ярком солнце, поэтому измерения, которые делались буквально на каждом шагу, вставлены в фильм лишь выборочно, когда сама камера смогла что-то увидеть на экране дозиметра. Внутри бастиона обычный луг. Трава ростом почти с человека. Радиоактивный фон 0,13 микрозиверс в час. Грунт мягкий, ровный. Нет не то, что никаких построек, нет даже их следов, если не считать болото в центре, но про это далее. Подчеркиваю, внутри крепости звезды растет не бурьян или крапива, а просто обычная луговая трава. Если не знать, что это крепость, то любой зашедший сюда будет считать, что он попал просто на луг. Внутри крепости есть заболоченная низина. Два ее прямых края сходятся под прямым углом, что уже говорит о рукотворности. Лезем в болото. Оно не точно в центре, а немного смещено на северо-восток. Уровень радиации здесь 0,09 микрозиверт в час. Мы дошли до воды. Самая обычная болотная вода, в нее уже не полезли. Сразу возникает вопрос о причине появления болота в центре крепости. Вариентов здесь несколько. Первый. Это был пруд для водоснабжения крепости во время осады, как и утверждают местные краеведы. Версия очень хлипкая в том плане, что пруд действительно мог быть, но брать из него застоявшуюся воду разве что крыс морить. Если этот пруд на самом деле подпитывался подземными источниками, то отбор воды из пруда не даст ей застояться и протухнуть. Здесь все верно. Но как часто эта крепость выдерживала осады и в ней приходилось укрываться людям, чтобы хоть как-то отбор воды был? А куда должна была деваться вода между войнами? Или подземные ключи запускались по требованию? Правильно. Если отбора воды нет, то она начинает застаиваться и тухнуть. А если ключи все же продолжают питать труд, то в скором времени крепость превратится если не в бассейн, то в болото, так как из пруда столько нет. К тому же пруд занимал довольно приличную площадь. Ну и занимает до сих пор. А если здесь еще размещалась вся русская армия, которая пришла на войну со шведами, практически все военачальники и даже послы для переговоров, то видимо они все стояли вплотную друг к другу бок о бок. Второй вариант. Из этого места просто брали грунт для каких-то земляных работ. Ну или глину для изготовления кирпича. Третий вариант. Так как уровень грунта внутри звезды примерно на 2 метра выше, чем снаружи, то логично полагать, что крепость изнутри засыпали грунтом, а здесь засыпать по какой-то причине не стали. Возможно боялись близко подойти. Четвертый вариант, что все же засыпали везде всю внутреннюю поверхность, но именно здесь произошел провал грунта, так как под землей есть какие-то сооружения. Тогда возникает вопрос, почему не уходит вода? Уклон в сторону болота заметен невооруженным глазом. Если подняться по этому уклону, то там радиационный фон будет вообще 0,06 микрозиверт в час. Вал, проходящий рядом с этим местом, срыт примерно 100 лет назад, если судить по выросшему дереву, которое явно моложе. А возможно вала тут никогда вообще не было. Все деревья и кусты, которые растут на территории, это просто деревья и кусты. Никаких развалин в этих зарослях нет. Возможно они есть под землей, но на поверхности нет ровным счетом ничего. В том месте, отсутствует вал, имеется глубокая нора. Не знаю, что за зверь ее копал, да это собственно и не важно. Главное, что эта нора дает нам возможность увидеть, с чего сделан крепостной вал. А это обычная глина. Обычная, самая обычная коричневая глина. всем нам хорошо знакомая. Радиация здесь вот туда засунем. двенадцать сотых. Еще такой момент очень важный. Бытует мнение, что лучи нужны звездочным крепостям для контрбатарейной борьбы. Возможно каким-то другим крепостям это утверждение справедливо, но только не к нашим валам. Если на западном луче мы видели инсталляцию в виде газобаллонной пушки, и там даже хватало места для того, чтобы теоретически заряжать ее со ствола и хранить поблизости некий запас ядер, то на северо-восточном луче такой площадки просто нет. Вал очень узкий и в два раза выше западного, имеет практически острый верх. И как тут разместить орудие? А самое главное, как подавать снаряды? Ведь здесь высота вала изнутри около 10 метров, а склоны очень крутые, почти вертикальные. Или орудие стояло внизу, в центре луча? Тогда оно могло работать только по навесной траектории без точного прицеливания. То есть стрелять практически наугад, что вкупе с низкой скорострельностью снижало до нуля всю ее эффективность именно в контрбатарейной борьбе. Для нас внимательный личный осмотр этого места все расставил по своим местам. Как вывод, данная крепость звезда полностью новодел, выполненная, судя по всему, в конце 19 века. Под звездой, как и под самим городом Пачеп, действительно есть что-то старинное, загадочное и явно противоречащее официальной истории. Именно поэтому понадобилось создавать всю эту путаницу официальной информации в документах и городить это место охраняемой музейной территорией и запретить все дальнейшие исследования, в первую очередь археологические. Но мы же знаем, что пока не будет ширкомасштабных раскопок, то всевозможные исследования архивных документов, особенно вновь найденных, будут только оплодить различные версии, причем порой прямо противоречащие друг другу. Друзья, если у вас есть что возразить или добавить, то пишите в комментариях, они все читаются и ваше мнение очень важно для нас. На этом я с вами не прощаюсь. Впереди еще много интересного. Благодарю за то, что досмотрели до конца. Всего вам доброго. До скорых встреч.